мой маленький большой терминатор ну вы представляете захар теперь супер звезда в школе все подписались даже учителя мама самая первая ой захар будет на память потом вырастешь покажу тебе это видео через что мы с тобой проходили всем привет добро пожаловать в новый влог как видите мы уже дома вернулись и все было прекрасно но наше возвращение в реальность было максимально хардкорным мы вернулись получается воскресенье вечером на следующий день дети пошли в школу и что вы думаете захар вернулся с травмированной рукой они играли в футбол и как-то на него там навалились его одноклассники он говорит что повредил левую руку я как всегда настаивала на том чтобы все-таки поехать в больницу и проверить все ли хорошо но мой муж думает что я слишком остро реагирую на такие ситуации но я считаю что у мамы есть вот такая интуиция которая очень редко подводит возможно это женская интуиция может это какой-то родительский инстинкт именно с женской энергией я не знаю чем это объяснить но когда я вот чувствую что это не шуточки и само по себе не заживет практически в ста процентах я всегда права то есть когда мы ездили отдыхать с игнатом и он рассек себе бороду она разъехалась так на полтора сантиметра томок срастется говорю как срастется нужно зашивать и действительно нам наложили тогда несколько швов когда-то захар был совсем маленьким он упал и все говорили что ничего страшного но рука чуть-чуть изогнутая но в принципе ребенок успокоился он говорит что рука болит а я вижу что там точно перелом и тогда нам не просто вправляли руку через пару дней они сделали повторный рентген оказалось что плохо вправили был общий наркоз ему снова вправляли ручку и гипс дальше с ногой игната когда он засунул ее в колесо велосипеда потом с ногой захара когда захар был совсем маленьким и мы знали что ну сердечком какие-то неполадки я уже тогда чувствовала что все не закончится регулярными визитами и обследованием что нам предстоит операция и тут я думаю ладно я же стараюсь быть более спокойной и без паники говорю хорошо давайте поспим посмотрим как захар будет себя чувствовать на следующий день я вижу что рука подпухает я уже с утра начала звонить по больницам чтобы найти частный кабинет где можно сделать рентген если вы живете в польше может я чего-то не знаю или что-то делаю не так но каждый раз у нас какие-то приключения и о медицине здесь я очень долго могу рассказывать и делиться с вами своим опытом но по большей части могу сказать что только мои роды прошли как-то нормально по-человечески адекватно все остальное это всегда через одно место я записала ребенка на рентген это мы говорит я с ним поеду я осталась сигнатом томик поехал и что нас не приняли там есть ортопед там есть врачи но они сказали что у вас нет направления от вашего педиатра а что ортопед не может посмотреть и решить нужен рентген или нет короче томик забрал ребенка приехал говорит она как-то там само заживут мазью помажем наложи бандаж но я то чувствую что ситуация требует более серьезного обследования и вмешательства и я говорю нет мы едем на скорую потому что только на скорой могут наложить рентген и в большой больнице не в частной какой-то мини клинике а в больнице и даже в таких крупных медицинских заведениях именно частных не всегда предоставляют помощь детям я вижу что на часах шесть часов вечера значит нам предстоит ночная смена на скорой но когда захар сказал что я хочу чтобы папа со мной поехал думаю хорошо в этот раз отделываешься ты конечно же я тоже была права они поехали и ждали пять часов потому что на скорой принимают пациентов по срочности и у нас конечно же слава богу не было угроз жизни поэтому они терпеливо ждали потом врач пошел на операцию на три часа ортопед именно то есть захара даже не осмотрели там в течение нескольких часов не направили на рентген и в принципе сказали на скорой что вы можете ехать домой вернуться через три часа и только потом возможно вас примут спустя пять с половиной часов возвращаются домой с гипсом мы только очухались от ноги очень долго муторная реабилитация вроде как все нормально но теперь рука и я думаю ну ладно гипс то гипс но когда я увидела что гипс аж до самого плеча я думаю блин когда это закончится но перелом не сложный все должно зажить до свадьбы и почему так я не знаю возможно дети активные менее осторожные и я не могу предъявлять ничего учителю физкультуры как так произошло потому что дети игрались это та ситуация в которой в принципе каждый может оказаться поэтому ходить выяснять скандалить нет смысла между прочим я собирала все счета в прошлый раз когда у захара были проблемы с ногой и мне вернули ноль злотых ноль копеек поэтому я уже в этот раз думаю ладно как будет так будет но нам в этот раз сделали все в государственной клинике и теперь захар на несколько недель в гипсе когда эта зима когда холодно конечно дико неудобно потому что этот гипс сложно запихнуть в куртку в общем добро пожаловать домой у нас с вами сегодня будет такой наверное домашний влог потому что я сегодня никуда не планирую ездить захар пошел в школу с гипсом потому что для него крайне важно было переписать там какое-то сочинение он написал все в черновике сегодня они переписывают он говорит я себя нормально чувствую в принципе даже до того как наложили гипс было окей болела рука там никак не согнуть не повернуть не поднять ничего в общем пошел в школу и обычно если ребенок плохо себя чувствует или что-то его там беспокоит то со школы звонят и говорят забирайте пока что никто не звонил и дальше мальчики с папой едут к бабушке так что у меня сегодня такой домашний день по моему мне пришел мой пылесос который я заказывала так что мы с вами его сегодня распакуем и посмотрим что к чему это беспроводной пылесос и я заказывала его в офис не домой а в офис дома у нас дайсон я потом обязательно скажу вам как они в сравнении потому что первое впечатление это одно дело а когда ты чем-то дольше пользуешься то понимаешь какие плюсы какие минусы и всякие там нюансы я обязательно освещу но чуточку позже я читала ваши комментарии предыдущему влогу спасибо большое я рада что влог из италии вам понравился и многие были в недоумении из-за супа который я готовила в начале что это такое я бы такое не ела ты вообще не умеешь готовить это традиционный польский суп который подается не поверите каждой семье и дети его также любят поэтому вам конечно же это может не нравиться вас никто не заставляет это готовить но это традиционная польская кухня это просто нужно принять как факт это зуба помидорова вот и в каждом ресторане польской кухни здесь его также можно заказать и попробовать его не поверите он действительно вкусный возможно не такой сытный как наши с вами привычные супы но даже борщ в польше жидкий и максимум что там может плавать это ушка так называемая то есть типа как пельмени они бывают или с мясом или с грибами я видела множество вопросов в последнем влоге и также моем инстаграме откуда мой костюм он из манго но заказывала я его не на официальной странице не в их интернет-магазине она заланда на самом деле я была в украине мы с мамой гуляли по магазинам и она высмотрела эти брюки говорит смотри какие в стиле гуччи и действительно что-то в этом есть я носила его много долго сидела в перелетах вот в последние поездки и думаю сегодня например немножечко вытягиваются колени но не критично если пройтись отпаривателем то все возвращается в норму в целом я довольна своей покупкой и ткань такая мягкая плотненькая я сейчас подкатала рукав но он полноценный у меня просто такая привычка и на мне размер xs как брюк так и кардигана мне нравится то что он сидит свободненько то есть могу сказать что это такая нормальная размерная сетка и брюки здесь не короткие то есть я могу надеть их с ботинками на такой где-то подошве все хорошо если найду где-то ссылку то обязательно оставлю вам внизу если нет то простите многие девочки писали что в их стационарных магазинах мангу они есть а в кракове не было я в недостаточно Как такое может быть? Вчера вечером Томик пылесосил еще каждый раз на ночь мы включаем наш робот-пылесос, и все равно что-то собирается. Это происходит, потому что собака, такая погода, дети, и постоянно есть какая-то грязь и пыль. Я никогда бы не подумала, что я это скажу, но это самый стильный и самый красивый пылесос, который я когда-либо видела. Еще и по совместительству мощный, рабочий и качественный. Этот пылесос и так чуточку дешевле, чем популярный, всем известный, но здесь еще есть несколько преимуществ. Если вы искали хороший беспроводной пылесос, я оставлю вам все ссылки, всю информацию в инфобоксе. Значит, что здесь интересного? Он продается в такой красивой коробке, и в комплекте есть несколько насадок. Также есть крепление, которое можно привертить к стене. За нас обо всем подумали и даже приложили шурупы. Конечно же есть зарядка, о зарядке я скажу несколько слов чуточку позже. Помимо основной насадки, есть еще несколько дополнительных, которые удобны в использовании не только дома. Вот та большая, которую я только что пылесосила, подходит для больших поверхностей, соответственно, а вот эта хорошо чистит ковры. Такого плана насадки хорошо подходят для салона машины, например, для уборки в выдвижных шкафчиках, вот в принципе во всех труднодоступных местах. То же самое можно сказать о вот этой трубе. Иногда, когда в щели где-то что-то попадает, я беру вот такую насадку, это супер вещь. Когда я его включила, был 41%, и мне хватило 6% для того, чтобы пропылесосить весь первый этаж. Что еще интересного? Здесь есть такой экран, и в пылесосе есть эко-режим, авто, турбо, и все. Я разогналась, я просто смотрела обзоры на польском, и там чуть-чуть по-другому все было. Также здесь есть вот такая кнопочка, когда вы ее зажимаете, получается, что вам постоянно не приходится придерживать кнопку включения вот здесь. То есть вы нажали эту, и все, пылесосите свободно, можно убрать отсюда палец. В этот раз мы привезли мало подарков и сувениров из Италии, потому что у нас был ограничен багаж. Я надеялась на то, что мы купим что-то в аэропорту, но мы торопились, была большая очередь, и магазинов мало, поэтому не успели. Ну, очень многие продукты на самом деле можно приобрести и в Кракове на месте. Конечно же, магнитики. Моя мама попросила купить ей с лимонами, мой брат с его женой тоже были на Сицилии, и я не знаю, почему у нее нет лимончиков, наверное, они выбрали что-то другое. Мы, кстати, не собираем магниты, не знаю уж, как-то так повелось. Мальчики выбрали машинки для дедушки и бабушки. Это для дедушки, это для еще одной бабушки. Также на Этне, на Вулкане мы купили фисташковый ликер. Ой, случайно закрыла посудомойку. Это такой тоже региональный продукт. Девчонки писали мне, что это очень вкусно, я попробовала, ну, такой сладенький фисташковый ликер. Это взяла на подарок, уже одну бутылочку передала маме Томакам. Фисташковый крем. Одна моя зрительница спрашивала, куда я буду его использовать. Не знаю, купила для Насти. Она часто делает какие-то десерты. Я думаю, что она найдет ему применение. Также шоколадка. Рассказывала вам подробнее о ней в прошлом влоге. Конечно, необычная. И казинаки. Мы их покупали на Этне. Может, это неправильное название, но это очень сильно напоминает именно казинаки. То есть, орешки в таком, типа, как сахарном сиропе. Мальчики пробовали, им очень понравилось. Это с фисташкой, с миндалем. Тоже уже несколько передала там друзьям и маме Томака. И это с лесным орехом. Я бы с удовольствием затащила целую такую, но слипнется, как говорится. Поэтому осталась я без лакомства. Этот вечер оказался для меня очень вдохновляющим. Даже несмотря на то, что особо вдохновения не было. Еще будучи в Италии, я как-то задумалась о том, что рождественские праздники, собственно говоря, уже на носу. Мы с семьей отмечаем католическое Рождество. Наши дети католики, мой муж и вся его семья. И, к сожалению, в этом году моя семья из Украины не сможет к нам присоединиться. Но, тем не менее, нас будет больше, чем обычно. И я зашла в Юск для того, чтобы посмотреть что-то именно из новогоднего декора. Я слышала рекламу, я видела ее на Ютубе. Мне было очень интересно порассматривать, что же еще у них там представлено в новой коллекции. Совсем скоро начнутся скидки. И в магазине Юска они обязательно тоже будут. Мы, к сожалению, с ними не сотрудничаем, но я как клиент, как покупатель часто что-то там нахожу. Столько красивостей, столько разных деталей. И я хочу вам сказать, что я до сих пор, вот спустя 4 года, безгранично рада тому, что у нас такой универсальный интерьер, который позволяет носить какие-то изменения, ну, хоть каждый месяц. Потому что кремовый цвет или белый, каждый видит его по-разному, с серым, это база. Ну, собственно, как и в гардеробе, это основа основ. Что касается новогодних каких-то декораций, то, возможно, в этом году в Юске их было не так много, как обычно. Что-то повторялось. Если вы ищете что-то новое, то я считаю, что здесь даже лучше ассортимент, чем, например, в Икее. Как-то в последние годы там совсем все печально, грустно и совершенно ничего интересного. Здесь у меня все-таки глаза не разбежались, и я отхватила несколько очень интересных находок. Поэтому обязательно останьтесь со мной, мы все вместе с вами рассмотрим. Узнаете эти салфеточки? И я была права. Я заказывала их на Алиэкспресс, а в магазине они стоят, не поверите, в два раза дороже. Девочки, мне сегодня так не хочется готовить, прям совсем. Но есть хочется, и кормить народ тоже чем-то надо. В такие дни я реально не заморачиваюсь. Я курила, курила, я купила куриные ножки. Также я очень часто запекаю их в рукаве, тогда все хорошо, быстро пропекается и меньше уборки. Только вот этот рукав для запекания какой-то совсем неудачный. С вот такими зажимами есть гораздо лучше. Рукавы, я не знаю откуда этот у меня, с такими как бы клипсами. И они уже есть сразу разрезанные. Ну ладно, что есть, то есть, нужно доиспользовать. Надеюсь, он скоро закончится. Беру любую приправу для курицы. Эту купила в Лиле. Только всегда читайте состав, чтобы здесь были именно только какие-то сушеные приправы, максимум соль. Дело в том, что в подобных приправах и также в дешевых ресторанах часто используют приправы с усилителем вкуса. По-польски это глутаминян соду. Но я думаю, что если вы изучите эту тему, то будете в курсе. И ты настолько быстро привыкаешь к этой химке, что потом, когда ты ешь обычную, здоровую, нормальную, вкусную еду, она для тебя как будто безвкусная. Когда я работала в пищевой промышленности, мы читали много исследований на эту тему. Во всяких десертах, также в шоколаде иногда даже есть вот этот усилитель вкуса. И это, конечно, одище. Разогреваю духовку. Завязываю рукав с одной стороны. Сначала выкладываю половину куриных ножек. Высыпаю половину упаковки приправы. Сюда же в рукав заливаю немного оливкового масла. Выкладываю остальную часть. Оставшаяся приправа. Закручиваю со второй стороны и хорошо трясу, чтобы приправа распределилась. Готово. Можно запекать. Начистила картошечки. Вместо салата сегодня будут квашеные огурцы. Вот эти самые вкусные. Я не знаю, что в них такое. Тоже беру в Лидле. Но за два раза можем приговорить целую упаковку. Конечно, рукав – это супер изобретение человечества. У нас утро. Я всех отправила в школу. Томик поехал на работу. Я погуляла с собакой, позавтракала. И решила не затягивать. А то, как засяду, украситься там, собираться. Прямо по горячим средам. Сейчас покажу вам свои первые покупки к праздникам. И не только. Я вчера поехала в продуктовый магазин, потому что в холодильнике практически пусто. И рядом оказался юзк. Я думаю, пойду, только гляну. И оказалось, что у них столько всего красивого. И я даже пожалела, что я не съездила туда раньше, потому что помимо именно новогоднего декора, у них столько универсальных штучек для дома. И это недорогой магазин. У меня никогда не было ничего из мебели от них. Но вот что касается декора, туда стоит заглянуть. Я знаю, что этот магазин много где есть. И на самом деле каждый раз, когда я туда захожу, что-то интересненькое да найду. И за последние годы я слегка подустала от красного цвета на праздники. Поэтому планирую кое-что раздать. Что-то я продам. Я всегда так делаю с теми вещами, которые мне где-то там поднадоели. Что-то просто перестало быть для меня актуальным. В общем, я так свободно и легко расстаюсь с теми вещами, которые уже свое отслужили. Что касается каких-то планов на Рождество и на Новый год, мне сейчас очень нравится такая спокойная цветовая гамма, какие-то природные оттенки. И это точно не будет какой-то такой помпезный, гламурный, однотонный декор, как в торговом центре. Где-то на картинках мне это нравится, но это не очень уютно. И вообще хочется какого-то минимализма. Как оно получится? Я ничего не могу обещать, потому что меня тоже может понести. Но, скорее всего, я не буду использовать вот эти киевские звезды. Где-то красный цвет все-таки будет присутствовать, потому что, как минимум, он есть на елочных игрушках. И без этого никак. Елку мы в основном наряжаем для детей. Потому что это семейный праздник для нас. И мне нравится, когда они рассматривают все вот эти разные елочные игрушки, когда всплывают какие-то воспоминания. Для них это такое увлекательное событие. Поэтому вот если бы я создавала чисто для себя какой-то интерьер, я бы вообще поставила елочку в горшке, которую я потом пересадила бы в наш сад. Или она так и росла бы в этом горшочке, и украсила бы ее только исключительно огоньками с теплым светом. И дома было бы несколько каких-то деталей именно в таких природных оттенках, очень приглушенных. Я думаю, что из моих покупок будет тоже это заметно. И давайте уже поскорее начнем. Мое первое приобретение – это скатерть в очень красивом приглушенном зеленом цвете. На ней еще есть геометрический узор. И так она кажется немножечко невзрачной. Но поверьте мне, когда я добавлю белую посуду, также золотистые столовые приборы, у меня есть золотистые кольца. Я заказывала их в прошлом году на Ларри Дуд. И возможно, они еще есть. Если есть, то я обязательно кину вам ссылочки, чуть не сказала в инстаграме, в инфобоксе. И все это будет смотреться очень по-нарядному как-то, но слегка по-другому, чем было в прошлом, позапрошлом году. И так как мы будем праздновать не только канун Рождества, но и само Рождество у нас, то на второй день я возьму другую. Или белую, которая у меня есть, или тоже с такими золотистыми элементами. Тоже из Ларри Дуд. Помимо этого, я купила что-то на замену белым звездам. Я тоже решила отказаться от них в этом году. Но пусть они лежат на чердаке. Я думаю, что когда-то я снова их достану и дам им вторую жизнь. Над нашим обеденным столом сейчас располагаются зеркала. И я придумала, что я повешу туда вместо них вот такие снежинки. Они выполнены то ли из плотного картона, то ли из чего-то натурального. Но в любом случае это такой крафтовый цвет, скажем так. И я купила целых две вот таких снежинки. Это все юзк. Вот все, что я показываю. И вместе с вот этими двумя снежинками я повешу обычный или пустой, или слегка украшенный веночек из хвои. Мне кажется, что будет очень красиво. В H&M невероятно красивая новогодняя коллекция. Но там настолько быстро все размели, что возможно я что-то еще найду в стационарных магазинах, но это не точно. И я увидела вот эти подушечки. Они сразу с наполнителем, тоже в юзке. Я решила, что возьму их. Тем более, что я сейчас жду заказ из Ларедут. Там я заказала наволочки такого кремового цвета. Они слегка мохнатые, в таком рустикальном стиле. Еще достану свои домики. Помните, я покупала в Nanu Nano. И мне кажется, что все вместе это будет смотреться вот так, как я себе это представляю в голове. И в прошлом году покупала эти домики, а сейчас они буквально везде. В том же H&M Home, в Zari Home видела, и во многих других магазинах, где более доступные цены, скажем так, эти домики тоже есть. Можете меня поздравить. У меня наконец-то будет ваза для супа. И вообще, совершая покупки в Лилле, это по большей части продуктовый магазин, я увидела, что у них есть очень красивые наборы посуды. И я уже даже сфоткала, отправила Томика сегодня. Надеюсь, что он успеет купить два комплекта. Они были слишком тяжелыми, поэтому я не смогла их унести, утащить домой. Но вот вазу для супа я схватила. Это супница польского производства. Это керамика, просто беленькая, вот такая немножко ажурная. И она могла бы быть побольше, но честно, я не видела других вариантов. И каждый раз одно и то же. Когда в праздники я бегаю с кастрюлями, я говорю, господи, у всех вечная проблема, что мне подарить? Да подарите мне супницу, потому что я никогда не могу найти обычную белую супницу. Не с золотишком, не с серебром. Вот что-то, что можно было бы помыть в посудомойке, чтобы это красиво выглядело. И да, сейчас напишу Томику, пусть возьмет вторую, потому что обычно в канун Рождества мы подаем два супа. Это польский журек и также борщ. Это знаете, из серии не жди от кого-то каких-то действий, чтобы тебе кто-то купил, чтобы кто-то за тебя нашел, увидел, купил, победил. Мы украшаем дом и наряжаем елку ближе к самому празднику, то есть 20 числа декабря, но ты смотришь, что уже сейчас многие достают свои елки, что-то там уже делают, и твоя душа тоже начинает хотеть праздника, хотя я считаю, что это слегка рановато, ну хотя бы в середине декабря. Но я нашла выход из этой ситуации, у меня будет такой скорее зимний декор, прежде чем мы поставим елку. Я нашла очень красивую вазу, такого карамельного цвета, и потом она мне тоже пригодится. Я подумала, что я куплю веточки из разных видов хвои, добавлю туда еще эвкалипт. Если мой букет это выдержит, то повешу на него такие елочные украшения. Каждый раз, когда мы наряжаем елку, у нас разбивается несколько елочных игрушек, и каждый год я слегка обновляю нашу коллекцию. Докупаю там несколько штучек, взяла две упаковки таких стеклянных игрушечек, и потом посмотрим, как это все будет выглядеть в букете. Если нет, то вообще не беда, просто-напросто они отправятся на елку. В свой так называемый кабинет, в свою бьюти-комнату, там, где у меня стоит вся техника, где я снимаю стационарные ролики, где делаю какие-то обзоры в основном, или крашусь, я купила искусственную елку. Причем в жизни она чуточку ярче, потому что в камере, мне кажется, она выглядит вообще черной. Нет, она темно-зеленая, очень красивая, и к ней еще не хватает горшочка. Но ни один из юзка не подошел, поэтому в каком-то другом магазине докуплю. Хочется просто чего-то нейтрального. Я вообще подумала, что прежде чем мы поставим нашу большую елку, возможно, даже эту я буду использовать где-то здесь в зале. И не только к этой елке, но к нашим веночкам, которые мы с Настей уже традиционно будем делать в этом году, я докупила маленькие шарики бежево-коричневого цвета. Еще нужно заехать в один магазин, он называется Тедди. Там куча всего для рукоделия, не только для именно венков, для чего угодно, для вязания, для шитья, если вы клеите что-то там, плетете из бисера, это просто рай. Следующая огромная покупка, которую я снимала в магазине, и я не смогла без нее уйти. Это очень уютный плюшевый плед. Мне даже показалось, что он как будто вязанный. И он еще состоит из двух частей. То есть с одной он вот такой, немножечко как градиент, выглядит бежевый, к карамельному. А со второй стороны просто вот такой светленький. И я люблю заварить чай, укрыться пледом и работать. Я очень много времени провожу за монтажом, за перепиской. Иногда составляю сценарий, иногда что-то изучаю. И прежде чем я включу камеру, за этим стоит огромное количество часов, проведенных именно в телефоне или за компьютером. Так что съемка, это, пожалуй, самая приятная часть всего этого процесса. Хотя, скажу вам честно, что некоторые видео мне нравятся монтировать, особенно из поездок или когда это съемка одежды, каких-то нарядов в городе. Вот это я люблю. А так это, знаете, как рутина, и кто-то мог бы делать это за меня. Но, честно говоря, это довольно проблематично, когда ты живешь в другом городе. То есть в основном мне предлагают услуги монтажа из России или из Украины. Я не могу загружать такое огромное количество файлов, таких больших. Да, то есть у меня интернет на выгрузку очень слабый. Такие дела блогерские. Взяла пледик, и он будет очень красиво смотреться и с этими подушками. И еще, знаете, чтобы не было так грустно и уныло, я обязательно добавлю, например, что-то из золота. Тогда появится такая нарядная нотка. Чему-то мне хочется чего-то совершенно другого в этом году. И еще, знаете, что я во многих магазинах в этом году видела такие керамические домики, которые я покупала в Nanu Nano в прошлом году. Сейчас они есть и в Zara Home, и H&M Home, и в каких-то других. Я уверена, тоже их можно найти. Наверное, я их тоже достану и буду использовать в новогоднем декоре. Помимо каких-то новогодних штучек, я еще увидела вот такие сухоцветы. Думаю, натуральные, что ли? Они выглядят очень реалистично. Я взяла их в первую очередь для того, чтобы использовать на фоне. С них ничего не будет сыпаться. И также они настолько универсальные, что их можно сочетать даже с хвоей, с чем-то другим. Прикольно, правда? И вот такой букетик хорошо смотрится в объемной вазе. Тогда это как-то так легко, очень так непринужденно, что ли. Или же можно поставить высокую вазочку. широкая ваза не очень хорошо будет смотреться в кадре, а я планирую снимать с вот таким фоном, поэтому я взяла еще и вазочку вот такую тонкую и тоже не слишком высокую, чтобы она не торчала выше моей головы. Для того, чтобы букетик одиноко не стоял, конечно, он не будет выглядеть вот так, я как-то это все преображу, добавлю свечу. В юзке есть красивые стильные свечи. Мне нравится, когда это не просто тупо свеча, а чтобы она смотрелась как-то так очень стильно, что ли. И я выбираю или в H&M, или вот такие какие-то в юзке. Мы говорили, что они неплохо служат и не пахнет, кстати, что тоже хорошо. Иногда запах слишком навязчивый, они есть в разных цветах, и потом эти же баночки можно использовать для чего угодно, хоть для кисточек, они, ну, не обязательно вот такие, а бывают разными, хоть где-то там в кухне можно поставить, хорошо ее помыть. Вот такая. Это все мои покупки из юзка. Обед практически готов. Я сегодня хочу чуть пораньше забрать Захара со школы и провести с ним вечер, поэтому я так торопилась с утра все снять и не теряла времени на вот эту подготовку. У меня даже волосы влажные, жду, когда они окончательно высохнут, поэтому I'm sorry, я сегодня такая на домашнем, как видите. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Для меня это самая ценная обратная связь вместе с вашими комментариями и я всегда все читаю, не поверите. Читаю все, все комментарии, которые есть под моими видео, не всегда успеваю ответить, но тем не менее мне очень важно понимать, какая у вас реакция, что вы думаете по тому или иному поводу. И вообще очень как-то так тепло на душе становится, когда ты получаешь какую-то, вы знаете, потустороннюю что ли связь, потому что я общаюсь с камерой, но когда ты видишь, что кто-то потратил свое время и написал хоть там небольшую строчку тебе в ответ, это как-то дает ощущение того, что там живые люди, что они тебя смотрят. И я вам скажу честно, что несмотря на огромную аудиторию, все равно нет вот этого четкого понимания и осознания, что блин, это иногда даже сотни тысяч людей, которые смотрят тебя регулярно. Поэтому мне просто будет очень приятно, если вы как-то откликнетесь после просмотра этого видео. всем уютного, классного настроения, берегите себя, свое здоровье, руки-ноги, не ломайте. И мне еще нужно сегодня записать ребенка на консультацию, на будущее, потому что у нас с этим, как вы понимаете, непросто, но тем не менее это не повлияло на атмосферу в семье и на мое настроение. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.